Напряженная политическая и экономическая ситуация в России многих заставила задуматься о сохранности работы. Люди боятся оптимизации в своих компаниях и, как следствие, сокращений. Правительство Саратовской области уверяет, тем, кто трудится в промышленной отрасли, сокращения не грозят. За 9 месяцев этого года количество работников на региональных предприятиях выросло почти на 2%. Это около 3 тысяч человек. Наш корреспондент побывал на заводе металлоконструкции в Энгельсе и выяснил, кто и ради чего там работает. В россыпи сварочных искр процесс сборки железнодорожного состава завораживает. С завода металлоконструкции в Энгельсе вот-вот сойдут новые вагоны для перевозки круглого леса и пиломатериалов. Одна такая лесовозка сможет принять до 70 тонн груза. На ЗМК проектируют и собирают вагоны для перевозки самых разных материалов – зерна, цемента, труб газопровода. Железнодорожный подвижной состав – основная продукция ЗМК. В этом году здесь собрали около 3 тысяч вагонов. Клепочник Искандер Фаязов работает на ЗМК 7 лет. Говорит, здесь масса плюсов, чтобы остаться. Я во многих местах работаю. Здесь меня устраивает то, что соцпакет – это первое. Белая зарплата – это отлично. Привозят автобусы, завод привозят. И здесь столовая есть. Можно пойти перекусить безо всяких проблем. Работа Искандера вроде монотонная – клепать детали вагона. За смену ставят до 700 клепок. Но у рабочего есть и прямой интерес. Интересно, что стимул зарабатывания идеи – никакой интерес. Он принес домой, грубо говоря, 50-40 тысяч – это же интересно. Семья радуется, правильно? Энгельский завод металлоконструкции уникален тем, что производит не только вагоны, но и строительные мостовые конструкции. Он имеет прямое отношение к мостам через Волгу в Балаково, в Престанно, сочинским переправам. Руководство уверяет, что даже в условиях современной неустойчивой экономической ситуации в России за МКАД недостатка заказов не страдает. В этом году даже пришлось увеличить количество рабочих. В цеха пришли более 180 новых сварщиков, сборщиков, электромонтажников, стропольщиков. Плюс более 70 учеников, которые проходят подготовку в учебном центре завода. Под разные проекты нужно необходимое количество людей, которые мы выполним. Это и выпуск вагонов, и выпуск строительных металлоконструкций. В настоящее время завод выполняет заказ по изготовлению строительных металлоконструкций вольт-цемент. Порядка 4200 тонн поставки металлоконструкций. Металлоконструкции довольно-таки очень сложные. Сейчас здесь трудятся полторы тысячи человек, а всего на предприятиях региона занято более 150 тысяч. По данным областного Минпрома, в этом году численность рабочих мест на предприятиях промышленности и связи выросла почти на 2%. Это около 3000 человек. Это очень хороший результат. И она увеличилась опять же за счет набора численности и создания рабочих мест, квалифицированных прежде всего на предприятиях, где реализуются инвестиционные проекты. Больше всего новых рабочих мест появилось на региональных мебельных предприятиях в текстильном и швейном производствах, особенно в сфере добычи полезных ископаемых. Новички перешли на корпус «Алмаз» Саратовский НПЗ. Тысячу человек обеспечили работой пять новых заводов, самые известные из которых – Балаковский Северсталь и Цетролит. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.